небольшое бонусное видео про синус и косинус примерно как я себе представляю синус и косинус и почему они так двигаются да не говоря о том что там синус например 3x или там 4x вот циферка здесь или циферка 5 умножить на синус x они изменяют там ширину самого графика то есть он становится таким или вот таким но главные свойства волнообразности я понимаю примерно так я себе представляю такой круг который находится на двух осях одна на которой сначала синус на другая на который сначала косинус но из этих двух осей есть одна главная вот эта ось на которой вначале косинус Она главная, как бы настоящая, реальная А вторая, она как бы есть, но как бы ее и нет Вы поймете в будущем, почему я про это говорю И сейчас я смотрю только на то, как синус и косинус относятся вот к этой главной оси, про которую я сейчас сказал Вот, например, в начале синус совершенно на этой оси не отображен Потому что синус с точки зрения этой оси равен нулю Он где-то здесь находится, это ноль А вот косинус с точки зрения этой оси равен единице Это весь круг, здесь один, здесь тоже один Круг единичный, да Так вот, косинус в начале равен единице Потом через какое-то время изменяется Время идет, и мой круг начинает вертеться Теперь косинус уже больше не равен единице Он чуть-чуть меньше И синус больше не равен нулю Он чуть-чуть больше на этой, на главной оси, да Я все время смотрю на главную ось, как проецируется, если вы знаете такое слово Проецируется синус и косинус То есть синус растет, косинус уменьшается Через 2 секунды косинус уже, да, он еще меньше А синус еще больше Это время, вы понимаете, оно условно То есть может быть не 2 секунды, а 120 секунд Или 5000 лет, да, но главное, синус вырос Через 3 секунды косинус уже равен нулю А синус равен единице Ну и дальше через 4 секунды косинус входит в отрицательное значение Синус начинает уменьшаться Да, ну видите, примерно у меня такие так себе рисуют Теперь что мы с этим делаем Мы рисуем линию времени То есть вот эта линия, вот эта линия, это время Мы как бы, у меня нету крутых спецэффектов Но представьте, что этот круг так поворачивается Вот этот желтый круг, он так в 3D теперь виден, да Эти две оси там же, это вот главная ось Вторая не главная И здесь я нарисовал только косинус, чтобы не было непонятно Синус я могу пририсовать, вот он здесь сейчас Только на первом рисунке пририсую его И смотрим, как здесь на этой оси времени выглядит все Сначала у нас косинус равен единице на главной оси Потом на главной оси он чуть меньше Потом он еще чуть меньше на главной оси Потом он вообще равен нулю на главной оси Потом он, вот мой круг, вот мои оси Он на главной оси равен отрицательному числу Да? Потом он дальше будет еще более отрицательным Потом он перестанет, он еще менее отрицательным будет Потом опять равен нулю потом пойдет вверх, вниз и так далее, и будет образовывать вот такие волны. Если бы мы нарисовали график синуса здесь, мы помним, что синус везде остается от косинуса на 90 градусов. То есть он не успевает за косинусом, и когда косинус равен нулю, синус равен единице. То есть когда косинус равен единице, синус равен нулю. То есть когда косинус максимальный, синус равен нулю. И он двигается, и он двигается, соответственно, чуть-чуть другим образом. Когда косинус равен нулю, синус максимальный и так далее. Получается, что график синуса повторяет график косинуса, но чуть-чуть не успевает за ним. И это не успевание, оно как бы 90 градусов, если смотреть на эти круги Здесь он всегда на 90 градусов от него отстает Но если смотреть с точки зрения дополнительной оси t, времени Тогда это не 90 градусов, а это такое расстояние Вот здесь вот кусок, на который он отстает Так вот я представляю себе синус и косинус И почему они отстают друг от друга, и как это примерно можно запомнить И вы можете заметить, здесь косинус, например, начинается сверху То есть график косинуса, вот он, нарисует новые оси Теперь это настоящая ось, я буду использовать черный t И настоящая ось График косинуса начинается сверху И он двигается вниз и так далее А график синуса, в моем случае, начинается снизу И он там двигается так Но я здесь криво, конечно, нарисовал Им нужно правильным образом совпадать Они должны быть одинаковой ширины Здесь между их волнами Должна быть одинаковая ширина Я криво нарисовал Но идею вы понимаете Это примерно, как я представляю, синус косинус Субтитры создавал DimaTorzok